Владимир Фисенко, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. И, конечно же, хотелось бы первым вопросом поинтересоваться у вас, как вы рассматриваете вот это желание, заявление или, может быть, попытка Гиркина стать одним из участников гонки за президентское кресло в России, это что? Это напоминание о себе, может быть, страховка, таким образом он пытается обезопасить и хотя бы как минимум прогарантировать себе жизнь, или действительно думает, что может стать президентом Российской Федерации? А, возможно, предлагают Путину свои услуги, кстати. Что касается услуг, в скрытой форме, но это было прочитано многими комментаторами, такое предложение со стороны Гиркина-Стрелкова появилось сразу после катастрофы и смерти Пригожина. И тогда Гиркин написал в своем комментарии, что, мол, будут обвинять Путина, но это неправда, Путину не было смысла убивать Пригожина. То есть здесь он явно подыгрывал и Путину, и кремлевской пропаганде, но, видимо, не оценили. Видимо, Гиркина ожидал, что будет какое-то послабление или попытка с ним договориться. Но вот как раз в контексте президентских выборов надо понимать, никто, во-первых, Гиркина не допустит к выборам, не для того его посадили, чтобы допускать к выборам. В России сейчас существует специфическая система, чтобы стать зарегистрированным участником президентской избирательной кампании, ты должен пройти, ну, это не только на президентских выборах, но на президентских выборах особенно, пройти фильтры, получить согласие от партии, которая находится в Госдуме. Такого согласия никто не даст Гиркину. Его в тюрьму посадили для того, чтобы очистить информационное поле, чтобы там не было критика, который бы выступал с нападками на Путина. А Гиркин был один из немногих, особенно вот в патриотическом лагере, так называемом, в зет-патриотическом, кто критиковал Путина. Тоже Пригожин, он критиковал Шойгу, но не Путина. А вот Гиркин позволял себе критиковать самого президента, и поэтому его убрали, ну, не так, как Пригожин, а убрали в тюрьму. Я думаю, что в ней он останется, ну, как минимум до завершения президентских выборов, а может быть и надолго. В конце концов, уже есть опыт и с Навальным, и с многими другими. Поэтому для Гиркина это скорее попытка действительно заявить о себе, напомнить о себе. Это попытка создать образ, скажем так, потенциального конкурента Путину не на сегодня, скорее на завтра. Сейчас это может быть частью стратегии защиты, ну, представить себя жертвой политических репрессий, что дело политизировано. У нас, кстати, вот в Украине такая стратегия работает очень хорошо, но в России она вряд ли сработает. А обращаться в Европейский суд по правам человека, ну, вряд ли Гиркин будет. В Европе ему уже приготовлен ордер, не просто ордер на арест, уже приговор есть за МН-17. Поэтому сидеть ему в России выборы ему не светят. Но, возможно, Гиркин надеется, что Путин ненадолго. Путин может уйти или его могут уйти. И тогда, вот если в России возникнет новая политическая ситуация, то Гиркин стремится заместить Пригожина в роли единственного монопольного лидера вот этих турбопатриотов, который будет бороться за их голоса. В том случае, если он после Путина выйдет из тюрьмы, и если в России будут хотя бы относительно конкурентные выборы. Ну, логичнее предположить, что тем, кто сменит Путина, будет выгоднее Гиркина отдать в Гаагу, да, для жертвоприношения, для начала хоть какого-то диалога с Западом, если он, конечно, им будет... Ну, это один из вариантов. Либо он останется в тюрьме, ну, если, опять-таки, Путина не будет, а режим останется таким же. Я же говорю, для Гиркина шансы могут появиться только в том случае, если будут какие-то относительно конкурентные выборы. Но если новые российские правители действительно захотят помириться с Западом, то абсолютно правы отдать Гиркина, это такой хороший жест. Правда, в России вот те самые турбопатриоты, это, конечно, не оценят, это будет тема для внутреннего конфликта. Ну, и всегда нужно делать сноску, если этот человек еще жив, потому что мы знаем, как делаются дела в российской политике и в российских тюрьмах. Давайте к более серьезным темам перейдем. Пока еще действующий президент Путин уже послезавтра будет принимать в Сочи Раджапатаипа Эрдогана. Чего вы ждете от этой встречи в первую очередь? И вот все-таки, как удалось уговорить Эрдогана прилететь к Путину, уважив его страхи на пересечении границы? Ну, я думаю, что Эрдоган, в отличие от Путина, он очень рациональный политик. Для него конкретные политические задачи, решение конкретных вопросов, важных и для него лично, и для Турции, для ее национальных интересов, гораздо важнее, чем статусные игры. К тому же, мы ведь не знаем точно, что на самом деле с Путиным. Это ведь не единственный отказ. Путин не участвовал в саммите БРИКС, не поехал в Турцию. Уже официально заявлено, что он не едет на саммит Большой Двадцатки. Кстати, тоже уже такие запускаются сигналы, что он может не поехать даже и в Китай. Там должен состояться тоже большой очень саммит, очень важный для Пекина и для Сидзиньпина. Саммит «Один пояс, один путь» – это такой очень значимый, ну, собственно говоря, самый главный геопатический проект Сидзиньпина. И, в конце концов, Путину надо ответить. Был визит Сидзиньпина в Москву, вот Путин должен приехать в Китай. Но уже запускается информация, что может и не приехать. И вот это порождает слухи, что у Путина, возможно, серьезные проблемы со здоровьем. И он не только боится выезжать из-за ордера на арест, выданный Международным криминальным судом. В Китае вряд ли бы его арестовали, да и в Турции тоже. Но, возможно, есть и проблемы со здоровьем, о которых мы просто не знаем. И Эрдоган понимает это. Главная задача для него – это попытаться договориться о возобновлении зернового соглашения. Это задача номер один. Вот эта попытка будет сделана. А вот будет ли этот результат, сказать сейчас просто невозможно. Потому что мы видим у Путина очень противоречивые действия. С одной стороны, россияне говорят, что они готовы возобновить зерновую сделку, но на своих условиях. И вот парадокс в чем? Договариваются с Путиным Эрдоган, еще и ООН, Организация Объединенных Наций. Ну, те потребники, которые подписывали зерновое соглашение в прошлом году. А уступок Путин требует от Запада. И вот тут непонятно, будут какие-то компромиссы или нет. Точно не будет соглашений только на условиях Путина. А вот пойдет ли Путин на рациональный компромисс – вопрос открытый. А еще это зависит от того, какая стратегия Путина с войной. Если Путин хочет затягивать войну до, как минимум, президентских выборов США, ну, тогда вряд ли он пойдет на возобновление зернового соглашения. Либо будет пытаться подписывать какие-то сепаратные зерновые соглашения. Ну, так, чтобы не было Украины, чтобы только с Россией договаривались. Но это будет неприемлемо не только для нас, но, думаю, и для Запада. Поэтому ситуация здесь очень противоречивая. И однозначно спрогнозировать результат этих переговоров невозможно. Кстати, ожидается, в России анонсируется, что возможно состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпином. Там, якобы, это может произойти на полях Дальневосточного экономического форума уже в сентябре. Но тоже здесь много неясностей. Понятно. Спасибо, что помогли нам разобраться в этих вопросах. К эфиру телеканала Freedom присоединялся политолог Владимир Фисенко. Спасибо.